Шейх, вопрос, который хотелось бы, чтобы у нас с Дагестана, с Кавказа, вообще среди мусульман не поднимался, но человек спрашивает, можно ли работать в центре для зависимых, имеется, видимо, в виду или наркозависимых, или алкозависимых? Бисмиллях, алхамдуллиллах, вассалату вассалам аля расуллиллах. Если это имеют в виду, которые сейчас открылись в больнице, в Дагестане уже очень много стало, мы-то не хотим, чтобы они не были среди мусульман, наркомане, и не должно оно быть, потому что ислам является харамом и запрещенным. И кто это распространяет, может быть, даже калды, хокму делают, чтобы его смертные казни наказывали, как наказывают в некоторых странах. Потому что это убивает человечество, убивает мусульманина. Человек уже только становится зависимым от этого наркотика, больше он не нужен никому, ему не интересна свою семью, не интересна свою религию. Только он думает, как достать деньги и купить еще следующую дозу. Готов на все пойти? Даже в том, что он и ворует, и может человека убить за это, чтобы себе дозу достать. Сейчас открыли, алхамдуллиллах, говорят, помогают реабилитационные центры для лечения от зависимости от наркотики или спиртного. Там работают, дозволено. Главное лечение, чтобы было шариатским дозволенным. Алхамдуллиллах, многие должны понимать от зависимости. Трудно лечить, если человек, его не привести к религию. Если к религии придет, иншаллах, человек лечится. По-другому этого человека лечить невозможно. А если это лечение, то, что там происходит, дозволенное и по шариату, там работают, нет никакого запретного лагвара. Братья и сестры, современные правила пользования некоторыми интернет-площадками, позволяющими выкладывать свой контент, такими как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter, сегодня меняются под эгидой борьбы за свободу слова. К сожалению, как это часто и бывает, это является самой настоящей цензурой, под которую попадают исламские каналы. И наш прежний канал не является исключением. Поэтому мы призываем всех и каждого, чтобы вы скачивали наши ролики с нашего канала и перезаливали их на другие каналы, или делились ими в других соцсетях, чтобы весь тот труд, который наша команда вкладывает в производство этих роликов, не пропал. Для вашего удобства мы разбили наш канал на тематические плейлисты или на актуальные видеоролики. Поэтому делитесь ими в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, включайте все уведомления, нажав на колокольчик, и становитесь одними из тех, кто является распространителем блага и добра. Ассаляму алейкум.